тронка друзья несколько дней назад я комментировал очень крутой матч между хэппи и муном в рамках турнира don't force me cup с призовым фондом 3000 долларов сша очень солидные деньги для третьего варкрафта и при этом достаточно быстрый турнир поэтому я решил прокомментировать еще и финал этого действия финал этого турнира куда прошел colorful и фокус в полуфинале фокус победил муна со счетом 20 так что против ночных эльфов он умеет играть карту в свою очередь тоже победил достойных оппонентов и прошел в финал colorful это топ-1 ночной эльф китая фокус и очередь это очень крутой орг из южной кореи один из самых крутых орков в истории счет 11 финальная третья карта победитель получает деньги ну и проигравший тоже на получитель получает по 3000 то есть 50 процентов от призового фонда так что да киберспорт киберспорт под и солидные деньги demon hunter от color for он всегда был любителем этого героя он всегда им играл максимально активно он всегда брал всегда когда только можно а теперь когда его апнули он стал его еще большим фанатом он начал играть им просто постоянно реально так что может себе позволить действительно герой стал актуальней больше чем когда-либо против него фокус играет мастером клинка тоже стандартный выбор ставит магазин бугай для криппинга магазин намекает что он собирается точку покрепить и закупиться артефактами там продать венец продать цветок телепорта но он выбегает никакого криппинга магазину не ждал видимо его напрягло он венец благородства хотел купить на рынке убил виспа венец благородства если на рынке мы не знаем видимо нет разумного не покупает но при этом он не продает цветок телепорта бегает туда сюда он хочет убить ограмага нет купил когти когти вместо венца благородства дополнительный урон и собирает тут маленький крипов забрать у фокуса конечно какие-то любопытные страдки пытается удивить оппонента карфу тем временем прокачал жар жар специально берется для быстрого криппинга венец благородства отлично просто забрал маленького плач тени и выпал то есть забрал себе артефакты теперь он может попытаться тут забрать и гнова ставит вторую третью землянку т2 также т2 отельфа жуткий клинок пытается найти себе место на карте желательно поднять второй уровень перчатки силы дополнительное здоровье почему бы и нет нормально вопрос посмотрите как быстро качается здесь демон хантер по сути не наносит урон крипам а вот посмотрите какие у хп нет просто у мурлока при том что вы ни разу не атаковали вот она сила жара просто моментальный криппинг купил расходники продал плач тени и продал перчатку силы купил венец благородства венец благородства конечно же выгоднее потому что дает 6 статов то время как перчатки сил всего лишь три еще один венец благородства купил кавер full много статов много урона много хп много всего как и надеюсь будет много пальцев вверх под этим роликом если вы любите киберспорт и время от времени хотите смотреть такие приметовые катки поэтому спасибо большое что поддерживаете 3 warcraft это очень сильно помогает продвигать контент и приятного вам просмотра как вы можете обратить тут уже скоро т2 ну кауру до сих пор не ставит дом охотников поэтому не собирается ставить древо мудрости ставят магазин хочет закрыть проход для виспов чтобы виспов нельзя было атаковать как-то неожиданно ор хочет взять второй уровень демонхантер тем временем потихоньку забирают агромага кольцо защиты у него есть медицинский трактат второй уровень есть у мастер клинка до 2 уже почти есть тут ученица еще стоит но просвета никакого нет поэтому невидимость не убить когти выпали нормально и он на посохе которым до этого купил возвращается обратно не купил сапоги на самом деле золото я думаю не хватило выкладывает артефакты восстанавливать здоровье идет дальше 2 почти есть дом охотников нет это однозначная игра в древо ветров и там еще берет без мастера олдскульная стратегия которые когда-то было очень популярная через друида ворона сейчас заиграла новыми красками в силу усиления демонхантера хотя при этом она не такая сильная все равно как 10 лет назад из-за того что орка есть возможность поставить или сопилку и прокачать бетон для землянок таким образом укрепить свою базу почти приблизился к третьему уровню мастер клинка заказывает тем временем себе таурена тоже олдскульненько не shadow hunter со змейками который хорош крутит друида ворона а именно таурена потому что у него есть аура который в любом случае усиливает орка ну и понятное дело при этом еще есть волна которая время от времени может неплохо так залетать пытается убить лучницу забирает есть третий уровень есть второй винт волк тем временем то у рэн пошел качаться то у рэнский т.м. зверинец то есть это грубо говоря игра в спирит волкеров и рейдеров там же ставится два древа ветров и уже на половину сделан т3 большая банкоманы у демонхантера заметил на лагере наемников не сможет его закрепит скорее всего который немного так подкачался по уровня поднял ну по сути преследует без мастера чтобы он не качался тоже неплохо каурфу заметил бугаев поэтому теперь преследуются паков у него все еще нет поэтому не супер быстрый обратите внимание кстати как играет каурфу без выжигания маны со вторым жаром ничего себе ничего себе это реально ну неожиданно второй жар проблема в том что с каждым уровнем жара расход маны увеличивается поэтому так обычно не играют это какая-то инновация от каурфу а какая-то новая идея а выжигание маны полезно против таурена против мастера клинка против спирит волкера до против всего ну как видите настолько сильно боятся его что от него уходит потому что у него полное здоровье полная мана и своим жаром он будет просто прошу прощения выжигать или зажигать даже из уже дурант сейчас умрет свиток скорости нажимает фокус мастер клинка закупился расходниками пытается спастись спасти свою армию второй жар творит чудеса ну мастер клинка вернулся ставнули демон хантера а там тем временем дома заказываются друиды ворона и делается им уже мастерство купил сферу яда поднимает дерево что можно было пройти армию игрока атакуют ее сетка неужели вы убьют став это нет его могут забрать ней траву еще нападают до заберут ней травы убили опыт это не получил орг неприятно демон хантер вливаю приобретает просто в толпу но там и ней травы блин этот жар это просто шесть сколько урона даже сколько но заставили нажать цветок телепорта заставили все-таки зря он пришел один еще и ученицу одну забрали то уран второй уровень поднял надо качаться до третьего уровня мастеру клика тоже желательно качаться не помешает это точно армию игрока атакуют ну-то урона нужно раскачать отводит опять же есть фишка третьем варкрафте что если ты начинаешь воевать скрипами до того как они вернутся на исходную позицию они не будут пользоваться своими способностями не будет замедления не будет чита молний будет чуть-чуть проще война за расходники желательно какие-то неуязвимости покупать уже есть без мастер тем временем качаются на самом деле если что третьего героя нет но сейчас наверное возьмет в таверне кого-то тинкера а уску не зря же он рядом с таверной тусуются на тинкер прикол тинкера в том что он самом начало как бы на первом уровне полезен он ставит завод завод что-то делает эта стенка это сомоны поэтому очень неплохо даже для пробития базы он сойдет потому что робогоблины когда взрываются наносит урон дополнительные по здания так ну что пошла жара 50 лимита на 47 посмотрим как ветра помогут там в принципе много рейдеров но как мы видим вообще не хочет воевать фокус у него скоро третий уровень улта урена мастер клинка где-то там сзади летает не нравится как происходит эта вся ситуация кстати кольцо защиты плюс 4 для то урена норм особенно учитывая что там еще и друиды вороны которые понижают броню как бы окружились перед волкера мастер клинка вечно в вечном полете сзади кстати получается отсюда уровень и уничтожит мастер клинка убежит главное рейдера не отдать здесь постараться хорошо контролит кауэрфу смотрите отводит раненых в воздух поднимает друида ворона вторая волна есть использовал там опять же нет выжигания маны реально капец через выжигание маны второго уровня играет действительно уникальная штука ну и точнее через жар второго уровня без выжигания играет прощения еще одна волна сейчас будет в толпу вот собственно про последствия того что он играет без выжигания маны вообще на самом деле орки обычно в этой таких играх против такой стратегии базы дополнительные ставят но для этого желательно нужна лесопилка и бетон для того что башни ставить а там бетона до сих пор нет очень побитый идет сура цветок исцеления купил только что-то уран как жорк стремается реально насколько же сильная страдка все-таки опять же обычно орк такой ситуации ставит дополнительную базу и в этом сила но есть неуязвимость есть два цветка исцеления на самом деле очень побитый мастер клинка ему бы отойти спирит волкера сейчас судя по всему убьют а вообще есть рассеивание у одного спирит волкера он мог поднять снять ветра все так исцеления используют кауэрпу свиток телепорта нажимает фокус возвращается домой но ситуация для него выглядела и правда не очень приятно мягко говоря это жесть какая-то была но что он сейчас восстановится можно купить банки маны вот надо пользоваться тем что у эльфа нет выжигания маны надо этим пользоваться и просто спамить волной я даже поэтому не знаю почему не купил банку маны возможно просто не понимает этого потому что волна наносит очень много урона по тоненьким друида ворона у которого 380 здоровья это мало даже 400 нет две волны и там просто вся армия мертвая ну есть неуязвимость есть два цветка исцеления свиток скорости у фокуса при этом 60 лимита армии так что он готов на все бабки нанял юнитов при этом берет с собой еще и батраков для того чтобы не впитывали урон от эмпатии как минимум есть неуязвимая свиток исцеления норку хочется воевать сейчас в теории или до сих пор сидит в 50 он кого-то ставит он закладят ставит окей выжигай переучился переучился второе выжигание маны смотрите друида ворона держит в сторонке потому что понимает что волна его может похоронить хорошо что банки маны получается не купил фокус волна бам ну все больше не будет не попал особо волна бесполезная была хорошая позиция вроде как для а урху потому что очень тяжело проходить сюда к вражеским юнитом бои тем временем пытается нарезать мастер клинка заставил демонхантера нажать неуязвимость очень побитый без мастера вообще тут на самом деле убивать бы до этих самых друида ворона заставили нажать цветок телепорта кауэрху а ну в принципе вроде как тут неплохо для себя сражение провел фокус на самом деле вроде как не так уж и плохо но в другой страны у кауэрфу 1000 плюс золотых монет и сейчас пойдут бабки сейчас пойдут армия магазин снизу отстраивает очень не хватает улучшения на броню лесопилки нет и у него язвимость или нет не купил сейчас я купит свиток исцеления или там нет не уязвимости видимо купил видимо это ур купил тинкера то 2 вы прокачать без мастера до 2 до 3 точнее до 2 кабанчика бежит на орка солидная армия уже орка рейдер рейдеры спирит волкер это очень солидная армия против того что сделал кауэрфу единственная проблема это не очень хорошо прокаченные герои но это поправим у кауэрфа уже есть 60 лимита плане максимального и он закачивает дракончиков медицинский трактат как бы он приятный 50 здоровья третий уровень у повелителя зверей 2 уровень у тинкера важно пассивка для тинкера кольцо регенерации пассивка увеличивает скорость появления раба гоблинов но вторых обо 2 кабанчик просто сам по себе гораздо больше импакта в бой вносит хотя там есть рассеивание но в общей суете можно не успевать это все рассеивать и более что рассеивание у спирит волкеров очень дорогое а там рассеивать есть что это и ветра и прочее ну что 60 на 60 только фокусу чуть больше фокус уже под 70 даже там тоже 70 будет хотя ресурсов не хватает видимо опять нет не выкупил неуязвимость кауэрфу ждет деньги у него есть банка здоровья банка здоровья неуязвимая свиток исцеления свиток исцеления очень много приятных расходников свиток телепорта есть если что ястреб видит невидимых ну орка больше орк может тут победить проблема в лифийских героев которые очень сильные ну и в контроле однако ну фокус готов все так скорости у хорошая волна по всем там еще к тому же одну можно в теории используя то что в ветрах пока закончится перезарядка одна секунда главное не дать себя еще 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 один раз вроде как неплохо программа сейчас сражение проводит фокус очень хорошо волну волну сюда вот давай давай хорошо свиток исцеления только что за поверь заставили использовать кауэрфа еще одна волна может быть особенно если не выжечь ману друиды ворна пытается отойти ветра опять поднимает очень неплохо утражается фокус очередная волна сейчас может быть цветок выжгли ману не будет волны не успел пытается убивать первую очередь духа странников спирит волкеров но кауэрфу тут заканчивается на самом деле если так посмотреть кауэрфу тут заканчивается четвертый уровень у героя форков четвертый уровень демонхантера правда скоро мастер клинка так себе артефакты для того чтобы прямо наносить урона там таурен умирают вообще-то но уэльф заканчивается вроде как ну таурен сейчас умрет а леда убегает сапогата нет сапогата нет а а а а а а к о к о к о к о к о к о к о к о к сетка пытается отводить ранних юнитов тут фокус очень много друида ворона погибло рейдеров много почти пятый уровень у мастера клинка то урен пытается убежать на нем у него аура поэтому он как бы быстрый рейдер очень побитые сетки пытаются кидать для того чтобы это как-то контролить там преследуют то урен пытается бежать мастер клинка со свитком истеления у сейчас на всех прожмет будет красиво среди как много красных игрок атакуют так можно их убить до свиток с линия шикарно так минус эти но там сзади подходит demon hunter так забрали 1 нет не забрали господи цветок телепорта то есть орка цветок телепорта нету орка пытается убежать отсюда какая же суета просто вообще никто не понимает что происходит в этот забрать друида ворона есть контакт духостранник без хп почти и рейдер одного забрали пытается выдав ворона еще одного забрать вот таки по лимиту игроки сравнялись четвертый уровень у без мастера это значит что его ястреб теперь будет атаковать там сзади робо гоблины третий уровень так то у тинкера второй завод робо гоблины когда взрывается больше урона такие побитые ребятки волна просто чтобы хоть что-то сделать не надо какая-то жесть конечно но тут проблема уже в героях у эльфа герои просто очень сильные орка вроде как и тоже сильные герои особенно если мастер клинка прокачается до пятого уровня там то урен то он в окружении заводик для стенки и сдается сдается фокус потому что у него то урентом погибает сто процентов рейдеры побитые армии нет денег нет и вроде как почти но при этом не хватило эльфийские герои зарешали конечно не хватило хороших артефактов на мастер клинка для того чтобы быть боевой машиной уничтожения всего вот такой вот финал вот такие первое место занимает каурфу второе место занимает фокус с учетом 2 1 побеждает каурфу на тоненького победил но победил с чем мы его и поздравляем спасибо большое что были со мной всем до встречи и удачи